Багажник трясло так, будто я ехала на лошади. Всем привет, друзья! Обычно, когда узнаешь имя преступника, дело остается за малым. Просто найти его и арестовать. Если ты, конечно, не лежишь, связанная в багажнике. Итак, главный подозреваемый Антон Булин закрутил роман с Анной, моей похищенной подругой. Когда я приехала к нему домой, то узнала, что она была не просто его возлюбленной, а Анна являлась любовницей Булина. И тут приехал автомобиль, из которого вышла жена депутата. И я узнала ее. Но перед тем, как я назову ее имя, давайте разберемся со всеми фактами, которые у нас имеются. Итак, депутату Булину не было смысла убирать Анну. Он явно не глупый и понял бы, что все сразу обвинят его. Большие сомнения у меня вызвал главный редактор газеты Кристофер. Мотив, конечно, был. Устранить главного конкурента на его должность. Но он утверждал, что в момент похищения находился в командировке в другом городе. Возможен ли такой исход событий? Где он заказал похищение Анны? У третьих лиц? Вряд ли. Чересчур. Он такой мямля. Вот мы и подошли к третьему подозреваемому. О котором я узнала только вчера. Жена депутата Антона Булина. Мотив ясен даже слепому. Ревность, страх потерять мужа. Отсюда и записки. Не стой у меня на пути. На что пойдет женщина, чтобы сохранить свой брак? Смогла бы она для того, чтобы узнать о любовнице больше, устроиться к ней на работу? Я думаю, да. Фальшивые документы, хороший грим и вуаля! Жена обеспеченного депутата превращается в медиа-аналитика Кристину. Девушка, с которой я разговаривала в офисе редакции, та самая, которая работает там только месяц. На самом деле ее зовут Алина Булина. Это она задумала такую аферу и в данный момент едет в автомобиле позади нас. Когда машина остановилась, меня вытащили из багажника и отнесли в подвал. Сняв мешок, я увидела там мою любимую подругу Анну. Живую и невредимую. Как я и думала, сумку она оставила в кафе специально, чтобы снять все подозрения со своего любовника Булина. Момент был неподходящий, но я ударила ее за то, что она стала любовницей женатого мужчины. Я таких обычно ловлю, а тут моя лучшая подруга стала одной из таких дам. Искать выход из этой ситуации надо было как можно быстрее. Я попыталась достать ногой до ножа, который лежал в трех метрах от меня. Но, к сожалению, мои метр шестьдесят не позволяли мне этого сделать. Мимо проползла крыса, которая немного подтолкнула нож в нашу сторону. Но это тоже не помогло. Я грозно ответила Анне, что лучше бы они куда-то уехали с этим депутатом. Я бы тогда спокойно продолжала искать пропавших котиков богатых дам. А теперь приходится торчать в этом холодном подвале. Хорошо хоть труба на задней стене отапливалась. Через какое-то время в подвал спустилась жена Булина. Алина сказала, что скоро с нами покончит. И я ей, в принципе, поверила, потому что никто сейчас не знает, где я нахожусь. А когда найдут, то, думаю, будет уже поздно. Она достала пистолет и начала целиться сначала в Анну. Я кричала ей, что можно решить вопрос по-другому. Но по ее глазам было видно, что она не настроена на переговоры. Тогда я по глупости попыталась ногой выбить у нее пистолет из руки. Но она на панике выстрелила в мою сторону. Но промазала! В эту секунду я успела помолиться за все свои грехи. Через минуту в комнату неожиданно врывается центр этого спора. Антон Булин! Со второй попытки мне удалось таки выбить ногой у Алины пистолет, пока она отвлеклась на депутата. А сразу за Булиным в подвал зашли полицейские. Они схватили Алину и надели на нее наручники. Когда я стояла возле дома депутата и меня кинули в багажник, он заметил это и сразу поехал за нашей машиной. А потом вызвал полицию на тот адрес, где мы сейчас находимся. Прошел месяц с того случая, я уехала отдыхать в Испанию, потому что надоели мне эти расследования, хочу немного пожить для себя. Анна ушла из газеты, теперь она работает на телевидении, а депутат уехал из города навсегда. Я смогла добиться того, чтобы его жене дали домашний арест, потому что единственный виновный в этой ситуации – это Антон Булин, который изменил своей жене с моей подругой. Мне как женщине стало жалко Алину, и я помогла ей как смогла. Вроде бы все хорошо, но новое дело не заставило себя ждать. Кто-нибудь слышал легенду про женщину в белом? Ждите моих новых историй. А пока подписочка, лайк и колокольчик. Я за вами слежу. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok